приветствую вас друзья мои очень рад что мы снова вместе и смотрим друг на друга выпучив глаза ну или не выпучив ну как всегда вас благодарю за то что вы пишете комментарии за то что оказывайте материальную поддержку каналу и за то что вы любите хорошую музыку это встречается часто но не очень так что спасибо вам за то что вы есть что касается комментариев это очень полезная штука потому что я иногда забываю про какие-то великие пластинки в комментариях меня спрашивают а могли бы показать что-нибудь рассказать например про роберта палмера бац и я так обрадовался думаю ну вот хоть кто-то есть еще в нашей стране кто любит роберта палмера на самом деле его любят очень много людей по крайней мере мам ну масса моих знакомых меломанов которые слушают музыку примерно такую же как я то есть начиная с 50-х годов прошлого века до 2024 года все знают такой роберт палмер любят его музыку его пластинки его голос его удивительный голос его потрясающее пение это к разговору о лучших вокалистов рок музыки да вот стоит задать вопрос где-нибудь в интернете особенно с не в интернете когда я общаюсь с живыми людьми такими вот людьми которые слушают музыку давно скажем так когда спрашивают кто тебе нравится из вокалистов называются много называется много фамилий хороших да а в интернете стоит написать об этом сразу все то же самое здрасте посрамши какой-нибудь там все не буду даже не буду даже называть так вот роберт палмер парень который вырос на мальте родившись в англии ну там родители переехали что-то такое по работе было потом с мальты уехал обратно в лондон где примкнул ну играл играл и пел вошел в состав группы vinegar jo который будет отдельный разговор у меня всего одна пластинка их у них по моему четыре то ли три то ли четыре полу три даже наверное чем чем четыре а потом стал записывать свои демо записи и эти демо записи понравились большим продюсером его вытащили в нью-йорк где он стал уже заниматься сольной карьерой начал в нью-йорке потом перебрался на багамские острова где жил припеваючи и добра наживаючи и это один из тех артистов который стал в 70 в 80 и в 90 то что называется большой звездой мтв то есть большим поп-артистом и ничего страшного в этом нет я не нахожу в этом абсолютно ничего плохого если артист хороший действительно если он большой музыкант то почему бы и не стать ему звездой мтв он не как как сказал один мой хороший знакомый музыкант автор песен я же не виноват что мои песни людям нравится ну вот нравится и нравится марк боун тоже писал песни в стиле поп если уж так разобраться и ничего дурного в этом нет да и группа beatles моя любимая это тоже в общем поп-музыка в широком смысле этого слова при этом она прекрасной лучше музыки вообще я не слышал чем группа beatles но роберт палмер вот эта пластинка которая вышла в 1980 уже году хотя первый альбом у палмера вышел всеми четвертом я просто вот эту пластинку услышал первую у палмера услышал я тоже где-то году 81 наверное ключ называется она вышла в 80-м как я уже сказал да и мое знакомство началось именно вот с этого альбома альбом потрясающий до сих пор я его люблю и слушаю не скажу что очень часто но с огромным удовольствием вот сегодня переслушал и просто кайфанул не на шутку 80-ый год прекраснейший удивительный уникальнейший вокалист роберт палмер гарри ньюман крис франц из talking heads если кто не знает и еще несколько музыкантов записали то что условно там можно назвать как-то новая волна новая не новая волна но в любом случае это очень современная для 1980 года музыка это именно та музыка которую мы слушали с виктором робертовичем в ту пору и она так пришлась мне по душе ведь как статьи и по моему даже не слышал или слышал нет слышал я его замучил я ему ставил песню джинни энд мэри без конца и он в нее въехал она ему нравилась я помню все остальное как-то прошло мимо но все остальное здесь одно лучше другого мощнейший звук плотнейший жгучие гитары резкие которые всегда у роберта палмера присутствуют но в разный в разных формах в разной степени об этом чуть позже я скажу и ну настолько завораживает эта музыка и в первую очередь конечно завораживает голос я одурел просто от голоса этого парня когда услышалось впервые думаю как это вот такая современная музыка а голос ну что же в этом голосе такое а потом уже когда я стал взрослее и познакомился с понятием soul я понял что это настоящий soul и вот этот вот эта манера пения пластичная удивительно сложнейшие мелодические такие построения около джазовые вот то что есть в музыке соул такие ну на полтона на полтора тона вверх-вниз и вот так и все в гармонии все это в тональности настолько шикарно ну и не то что на полтона на полтора тона вверх-вниз там намного вверх-вниз там диапазон достаточно широкий большой но вот эти вот пластичные мелодии такие это так красиво и тембр удивительный удивительный скользящий такой у него такой вот звук голоса потрясающий я думаю что я один такой умный а потом стал читать когда понял что нет роберта палмер этого google это огромная аудитория масса поклонников и человеку признан в мировом музыкальном сообществе если можно так сказать но я-то въехал в него самостоятельно вот что вот что интересно на толчке в санкт-петербурге палмера пластинок палмера было немного прямо скажем и люди вы знали достаточно плохо сейчас уже да сейчас уже все хорошо looking for clues первая вещь дерганая с неожиданными стоп таймами со сбивками ритма при этом она тяжелая мощная крис франц на барабанах здесь играет и все круто салки герл я пропущу это просто жесткая гитарная такая штука вот джонни энд мэри это мировой хит который крутился по радио везде в те годы и песня простая но так тонко лаконично аранжирована что от нее просто не оторваться хочется ее крутить снова 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 и снова снова на второй стороне i dream of wires произведение которое записано вместе с гарри ньюманом но тут говорить не о чем тут такой такие волны океанские синтезаторов гарри ньюмана которые заполняют все пространство вокруг все нет не просто комнату а весь мир просто и вот этот удивительный голос палмера который плавает по этим волнам как лодочка белый белеет парус одинокий в тумане моря вот этого рода серого достаточно и а в окоп лафин лалфин следующий номер карибские такие карибская история с перкуссией той самой и и голосовые чудеса палмера уже бэк-вокал вокальные гармонии разложены написаны закручены у палмера всегда вот бэк-вокал который он поет сам или привлекает других артистов у него такие сложные штуки в бэк-вокалах всегда идут гармонические что просто поет играется одно поется другое а гармония вокальная все это обволакивает каким-то самостоятельным совершенно самостоятельной линии точнее не линии а несколькими линиями такими вот гармония да просто прекрасно и совершенно неожиданная версия песни beatles not a second time с синтезаторами с гитарами с адскими барабанами и их вот с этим чудесным голосом просто ну здесь еще есть песни я не не все упомянул но пластинка врос меня выше было свое время и с тех пор я полюбил роберта палмера как артиста замечу и несколько пластинка его у меня все-таки есть о ряде их мы поговорим отдельно конечно же ну кстати говоря все наверно помнят группу power station роберт палмер и музыканты duran duran тяжеленная современная музыка ну рипсайд из той же оперы что power station потом я освещу эту пластинку прайд тоже тех времен музыка а я хочу показать первый альбом который вышел в 74 с неким соли труды или аллей вот это такая пластиночка 74 год это вот как раз когда палмера вытащили в нью-йорк где он начал записывать этот альбом потом он переехал новый орлеан где часть альбома была записана а потом дописывалась уже на багамских островах при этом звучит так как будто записано в одной студии все за несколько сессий но несколько там много сессий но как будто никуда не переезжает уже звук абсолютно выдержан идеально и здесь конечно полный кайф это я услышал значительно позже чем ключ я был уверен что палмер играет такую-то электрическую музыку условно говоря там до приближающиеся к новой волне жесткую как у дюран дюран power station на ключ крис франц гарри ньюман а здесь такой бешеный соул с фанком даже больше фанка наверно чем соул хотя в музыке фанк в вокале фанк тире соул и полный кайф здесь играет и стив винвуд помогает на клавишах здесь играет лоуэлл джордж из группы какой какой правильный little fit группа которую обожал дюми пейдж ну это и это фанк тысячи процентный с удивительным голосом я устал уже это повторять но это правда он как этот белый парень сделал такой фанковый альбом а он не один а их много в таком духе это просто просто красота начиная с первой песни сэйлин шуз песня лоуэлл джорджа которую он играл в составе little fit раскачивающаяся такая история фанковая очень зажигательная с хорошим рефреном с хорошей мелодией и все очень здорово и совершенно неожиданно она без паузы переходит в хей джулия следующий номер которая чуть чуть побыстрее чем сэйлин шуз сэйлин шуз она такая средне темповая put on your сэйлин шуз и джулия побыстрее и без перерыва идет смекин салит руды аллей там уже просто просто такой мотор включается что уже понимаешь что из этой пластинки уже не выскочить и бокальные гармонии опять-таки группа meters здесь помогает из нового орлеана помимо стива винвода помимо лоуэл джорджа и других музыкантов тут достаточно много людей задействовано алин тусо кстати говоря играет на фортепиано и поет и песни его здесь есть ну поет сзади дам да сзади где-то где-то сзади и вот это сникен салит в реале все все мы уже куплены проданы куплены еще раз и проданы еще раз уже дороже как писал писали ильф и петров в общем будешь вот это фанк вот это да вот это человечище после нее идет get outside крадущиеся крадущиеся медленная но тяжелая тоже замешанная на фанке blackmail ладно переворачиваем на другую сторону две песни how much fun понятно что это фанк from a whisper to a screen немножко передохнуть и на 12 минут through it all there is you 12 минут фанковый джем музыканты великолепные высочайшего уровня начиная от лоуэлл джорджа там и стива винвуда и заканчивая всеми остальными группой matters джимуют на основе песни написанной на основе конкретной гармонии конкретной мелодии ну вот 12 минут такого фанкового путешествия и поет palmer просто думаешь ну все вот это откуда такую я взял пластинку думаешь ты никто и не подозревал что обложка такая достаточно какая-то невзрачная вроде бы хотя она красивая конечно ну ну какая-то мужик какая-то баба да и бегут куда-то там думаешь ну что там может быть внутри а там внутри просто не люблю это определение огонь но это настоящий огонь это очень круто ребята так что прэш и драп вторая пластинка который вышла год спустя вообще я попозже поговорю наверное и о других альбомах но я рад что вы познакомились с таким музыкантом как роберт палмер так что пойду за это выпив пока